Приветствую друзья! Защищенные смартфоны Unihertz предлагают своим пользователям высокую степень надежности и защиты, что делает их особенно привлекательными для тех, кто предпочитает активный образ жизни. Эти аппараты выделяются интересными и необычными решениями, предлагая функции, которых вы не найдете у других производителей. Например, GoldenEye получил мощный фонарь, который можно использовать для самых различных целей. Это аварийное освещение помещений при отключении электроэнергии, на ночной рыбалке, при езде на велосипеде в темное время суток, освещать палаточку, лагерь в кемпинге и т.д. При этом GoldenEye это крепкий водонепроницаемый смартфон, который не боится пыли и грязи, спокойно относится к ударам и падениям. Настоящий такой внедорожник мобильного мира. Внедорожник с адекватной производительностью, хорошей автономностью и внешним видом. В общем, довольно интересный аппарат, рассчитанный на определенную аудиторию. Технические характеристики вы можете наблюдать прямо сейчас на экране. Ну, а мы давайте знакомиться ближе. Смартфон Unihertz GoldenEye является братом-близнецом смартфончика Unihertz Tiktok S, единственное отличие которого является наличие второго экрана вместо фонаря. То есть у ТикТока здесь внутри экранчик, а в нашем GoldenEye здесь фонарь. Ну и так как оба смартфончика входят в одну линеечку ТикТок S, то и упаковка у них соответственно идентичная. Разве что на наклейке есть пометка GoldenEye. Комплектация здесь вполне обычная. Зарядное устройство и кабель Type-C с двух сторон. Ну, разве что можно отметить переходничок с Type-C на аудио 3.5. Это такое приятное дополнение. Действительно, бывает нужно. Ну и давайте теперь посмотрим на сам аппарат. Внешне он не похож на привычные защищенные смартфоны. Он более элегантен, если вообще так можно выразиться про модели данного класса. Не слишком толстый, не слишком тяжелый. Дизайн не брутальный, а скорее спортивный. Мягкий пластик, здесь усиленные углы, металлические накладки и бортик над экраном, который спасет от падения, если вдруг вы уроните смартфон. Аппарат неплохо лежит в руке, он не слишком тяжелый. Корпус абсолютно не скользкий, поэтому чехол ему точно не нужен. А вот экран дополнительно защитить можно. Защитным стеклышком ссылочку я оставлю, но имейте в виду, что здесь с магазина уже в принципе наклеена защитная пленка. На первое время, конечно же, она пойдет. Самым заметным и крупным элементом является светодиодная площадочка фонаря. Она расположена по центру и защищена металлическим кольцом накладкой. Слева от фонаря расположен основной объектив на 64 мегапикселя, а справа дополнительный макро объектив на 2 мегапикселя, который вы вряд ли, конечно, будете когда-либо использовать. На фоне огромного фонаря крошечная подсветка камеры выглядит каким-то троллингом. Ее по факту вообще можно было бы убрать и приспособить для этих целей фонарь. Хотя, с другой стороны, может это и к лучшему, что оставили, так как даже на минимальной яркости фонарь сильно светит глаза, если направить на человека. В нижней части видим, есть такая решеточка, за ней спрятали аудиодинамик, он здесь всего один, но достаточно громкий. Есть даже намеки на низкие частоты, хотя на мой вкус звучит он несколько глуховато, что скорее всего связано с защитой попадания влаги. Предлагаю самостоятельно оценить. Звучание хотя бы через камеру. В целом спинка выглядит неплохо. Я бы характеризовал дизайн как спортивный или активный. На эти ассоциации в первую очередь наталкивают красные вот эти вот линии в углах и такая вот металлическая вставка по центру. Красные вставки можно заметить также и на гранях. Это разбавляет скучный черный цвет корпуса, но не выглядит вызывающе. В центральной части как бы он укреплен такой вот плотной накладочкой металлической, на которой расположены кнопочки для регулировки громкости и кнопка блокировки в которую встроен сканер отпечатков пальцев. Ну собственно сканер работает быстро и точно к нему вообще никаких вопросов нет. Что у нас с другой стороны? С другой стороны мы можем наблюдать две таких красных кнопочки. Кнопки ярлыка они нужны для того чтобы назначить на них какие-то дополнительные действия. Например запуск камеры или плеер. Также здесь можем наблюдать лоток с двумя картами размера nano и есть поддержка сетей 5G. Разъем для подзарядки у нас плотно закрыт резиновой заглушкой. Если ногтей у вас вот как у меня нет, то чтобы открыть его потребуется какой-нибудь инструмент. Например тот же ключик которым открываем лоток ну или вот кредитная карточка. Вот так вот поддеваем и видим здесь углубленный USB-C. Для зарядки и подключения к ПК здесь у нас современный Type-C с поддержкой режима OTG. А вот аналогового аудио разъема здесь нет. Поэтому для прослушивания музыки можно воспользоваться либо беспроводными наушниками либо просто использовать переходник Type-C на 3.5 аудио. Благо он уже есть в комплекте и не нужно его дополнительно покупать. То есть просто вставляете сюда переходник и вот у нас разъемчик под наушники. Пожалуйста можете использовать свои любимые наушники. Кстати смартфон поддерживает обратную беспроводную зарядку. То есть можно поделиться зарядом со своими дополнительными гаджетами прямо в дороге. Ну например подзарядить беспроводные наушники или смарт-часы. Можно даже поделиться скажем так зарядом с нуждающимся смартфоном. На торце можно заметить окошечко ИК передатчика. Инфракрасного передатчика. Он нужен для управления бытовой техникой. Очень удобная фишка. Которую используют в основном смартфоны Xiaomi. Ну в Unihertz подумали, а чем мы хуже. Ну и также добавили такую возможность. И получилось у них даже лучше. По крайней мере приложение мне понравилось больше. Кондиционеры, телевизоры, очиститель воздуха. Все завелось с пол оборота. Также хочу дополнительно обратить ваше внимание на толщину аппарата. Он конечно немного толще, чем обычные смартфоны, но он заметно тоньше, чем большинство смартфонов защищенных бронифонов, которые обычно имеют габариты плюс-минус кирпича. Ну собственно вот так вот выглядит. Думаю неплохо, симпатично и в принципе как для защищенного аппарата стильно. А теперь о лицевой части. Здесь все плюс-минус стандартно, за исключением защитного бортика над экраном, который убережет его от разбития если уроните на пол. Как видим рамки вокруг экрана довольно широкие, что также продиктовано дополнительной защитой. Фронтальная камера расположена в левом углу, вырез в виде точки не отвлекает от экрана и не закрывает полезную информацию. Разговорный динамик и датчики вместили в рамки над экраном. Датчик приближения и освещения здесь аппаратный, работают корректно. Разговорный динамик громкий и точно передает голос собеседника. Экран у нас получил диагональ 6,53 дюймов. Изготовлен он по технологии IPS и имеет свои преимущества и недостатки. Если говорить о преимуществах, то это естественная цветопередача, хорошие углы обзора и незначительное падение яркости под углом. Ну давайте какие-то картинки посмотрим. В принципе все мне нравится. Картиночки выходят яркие, насыщенные. Все довольно неплохо. Как для IPS экрана. Пожалуйста. В преимущества также отнесу технологию Miravision, которую можно найти в настроечках экрана. Давайте посмотрим, что она предлагает. Это такие широкие настройки. Можно тонко подстроить изображение под себя. К примеру, мне для начала не понравилось, что здесь немного холодные цвета и я подстроил цветовую температуру, немного сделав более теплыми. Видим, что можно параметры менять. Ну кроме этого здесь видим есть контраст, насыщенность, динамическая контрастность, есть защита от синего излучения. То есть много-много всего интересного. Ну как бы если вас устраивает, то есть готовые настройки. Это яркий и стандарт. Разрешение экрана у нас здесь Full HD. То есть разглядеть какие-то отдельные пиксели невозможно. Это 2340 на 1080 пикселей разрешение. И в принципе при пасмурной погоде или в помещении яркости достаточно. А вот под ярким солнышком экран хоть и остается читабельным, но хотелось бы добавить еще. Равномерность заливки белого поля отличная. Участков отличающихся по оттенку нет. Биты и пиксели не обнаружены. Равномерность яркости подсветки хорошая. Есть незначительное увеличение яркости в центральной части. Примерно на 10 процентов. Но визуально это незаметно. Давайте я вот включу белый и черный цвет. Ну с черным цветом понятно. Так как это у нас IPS экран, то в углах есть незначительные участки с утечкой подсветки. Ну в принципе ничего криминального нет. Углы обзора хорошие, но как и у любых IPS экранов, на черном цвете проявляется эффект свечения. При прямой проекции его естественно не видно. А вот что касается мерцания, то здесь конечно обстоят дела очень хорошо. Светодиодная подсветка у нас качественная, не мерцает на любых уровнях яркости. Ну вот для примера вам включу пульсометр. Пожалуйста, наводим на экран и видим минимальное мерцание 0.66%. Давайте уменьшим яркость до каких-то таких значений минимальных, скажем так, небольших. Пожалуйста. И видим, что также всего 0.75-0.71%. То есть на любых уровнях яркости не мерцает подсветка, что в принципе уже хорошо. Значит можно использовать смартфон смело в темное время суток. Можно использовать его для чтения. Для этого для глаз, для зрения он безопасен. Аппарат хорошо защищен от пыли и влаги по стандарту IP68. Поэтому можно смело эксплуатировать его в тяжелых условиях. Это могут быть какие-то рабочие моменты, где обычный смартфон рискует выйти из строя. Я знаю много людей, которые работают допустим в автомастерской или строителями. И они для работы используют дешевый кнопочный телефон. При этом часто получают дискомфорт или неудобство. Когда им нужно загуглить какую-то информацию по работе или сфотографировать что-то, получив при этом более-менее качественное фото. Так вот Unihertz GoldenEye без проблем справится с этими условиями и при этом даст все блага современного девайса. Пыль и грязь не проблема. Можно просто сполоснуть телефон под краном или в ближайшем водоеме и он снова чистый и опрятный. Конечно же это смартфон не только для трудях, но и для пользователей, кто ведет активный образ жизни. Любите полходы с палаткой, часто бываете на природе, катаетесь на велосипеде. Смартфон окажется хорошим помощником, а упав на землю или попав в воду не разобьется и не выйдет из строя. Водонепроницаемость отличная, проверена лично в реке, в бассейне, аппарат без последствий переносит погружение. После этого какое-то время может глухо работать динамик, но если удалить остатки влаги, хорошо продуть, то звук нормализуется. Ну и конечно же не могу не упомянуть про возможность подводной съемки, для чего в камере есть даже специальный режим, который блокирует сенсорный экран и переносит управление камерой на физические кнопки. Таким образом можно сделать красочные подводные фото где-то в красном море или просто подурачиться в бассейне. Ну а теперь поговорим о функции, которая отличает смартфон от других защищенных аппаратов, собственно о мощном фонаре. Его можно использовать для самых разных целей, от банальной подсветки при передвижении на улице в темное время суток и до крепления в качестве кемпингового освещения. Свет как бы всегда под рукой, а хороший свет под рукой никогда не будет лишним. Фонарь состоит из крошечных светодиодов, я насчитал их ровно 500 штук. Для определения яркости я воспользовался люксометром, который расположил на расстоянии одного метра от фонаря. Почему один метр? Ну это примерное расстояние, при котором вы подсвечиваете себе под ноги или расстояние от фонаря до земли, если закрепить смартфон на руле велосипеда. В двухместной палатке у нас обычно также высота составляет 1-1,2 метра и это такое вот средне универсальное расстояние. Кстати, обратите внимание на ширину светового луча, он освещает пространство не только перед собой, но и в значительной степени по бокам, а также спереди и сзади. Очень широкое световое пятно. Фонарь можно найти в инструментах, где он так и подписан. Уличный фонарь. И сразу мы видим предупреждение, что не надо направлять его на глаза, действительно даже на минимальной яркости он очень слепит. Итак, в приложении доступно три таких вот режима. Максимальный, яркий и низкий свет. В максимальном режиме фонарь сильно греется и может проработать непрерывно не более 10 минут, после чего можно повторно его запустить не ранее, чем через 10 минут. То есть, ну вот включаем, да блин, видим как светит, как засвечивает. Да, это максимальный режим. Далее переключаем на высокий и переключаем на низкий. Также, если посмотреть, мы можем увидеть режим SOS, режим вспышка, но на самом деле, по-моему, это не очень полезный режим и вы не будете их использовать. Также есть удобная функция, скажем так, таймера, да, когда он автоматически отключится, фонарь, да, это для того, чтобы вы, например, могли организовать освещение в той же палатке, да, при ночевке и фонарь выключился сам, то есть вам не потребовалось бы вставать. Ну, довольно удобно, причем есть быстрый запуск на кнопках по умолчанию, да, то есть если мы зажмем верхнюю кнопочку на несколько секунд, то у нас автоматически включится фонарь. Далее короткими нажатиями мы переключаем режимы и также длительное нажатие на 5 секунд отключит фонарь. Нижняя у нас включает вот этот маленький фонарик, который выглядит просто насмешкой. Ну, в принципе, на нижнюю кнопочку вы можете повесить какое-то другое действие. Итак, в максимальном режиме люксометр показал 387 люкс, в высоком режиме 234 люкс, в низком 120 люкс. Согласно нормам в жилых комнатах должно быть не менее 150 люкс, в детских 200 люкс. В библиотеках или кабинетах 300 люкс. То есть фонарь дает очень пристойное освещение, под которым можно читать, работать, заниматься любыми делами без вреда зрению. Также предлагаю оценить освещение комнаты в полной темноте с расстояния 10 метров на максимальном, высоком и низком режиме. Ну и, собственно, демонстрация фонаря на улице. Для понимания посмотрите, как выглядит без фонаря ночь. Понятное дело, ничего не видно. И с включенным фонарем на максимальном режиме. Он хорошо освещает пространство примерно 15 метров, плюс еще столько же он уже подсвечивает, но не так сильно. В принципе, максимальный режим можно даже не использовать, хватает и более низких мощностей. Ну а теперь поговорим о программной части. Смартфон работает под управлением Android 12 с минимальными изменениями. То есть здесь фактически голый Android, можно сказать почти что Google Pixel. Есть минимум предустановленных приложений в виде набора полезных инструментов, которые я уже показывал. Здесь, кстати, очень много всего интересного. Ну и есть такие приложения специализированные, то есть для, например, инфракрасного передатчика. Это Zaza Remote, о котором я рассказывал уже неоднократно в прошлых обзорах смартфонов Unihertz. Вот. Ну, мне нравится. Система работает быстро, как бы не лагает, все отлично. Она не перегружена, эта оболочка, как бы не используется, точнее, никакая оболочка. Здесь все очень как бы чисто, чистый Android. Пожалуйста, все, все работает хорошо. Меню, приложения открываются нормально. В настройках все логично, все понятно, все стандартно. То есть вы, если пользовались раньше Android, здесь все так же само найдете. Пожалуйста. Настройки аккумулятора, настройки безопасности и так далее. Обновления по воздуху также есть, но пока что смартфончик новый, я не получал никаких новых прошивок. Что касается связи интернета и навигации, то здесь можно описать все одной фразой. Основные функции работают без нареканий на уровне других современных аппаратов. Каких-то особенностей я не заметил, собеседники не жалуются на связь, да и мне слышно хорошо. Есть поддержка 5G, но пока она бесполезна, проверить ее негде. Что касается мобильного интернета, то результат при тестировании получил я не рекордный, но свои 35-40 мегабит на скачивание аппарат через 4G выдает. При использовании домашнего интернета через Wi-Fi я получил 314 мегабит в диапазоне 5 ГГц и 46 мегабит в диапазоне 2.4 ГГц. Так как смартфон позиционируется как аппарат для активных людей, то GPS должен у него работать хорошо. И он работает. Фиксация со спутниками происходит почти мгновенно. За несколько секунд в поле зрения было найдено 48 спутников, 33 из которых в активном соединении. Есть магнитный компас. Я брал смартфон на пробежку, записывал с его помощью трек передвижения. Все четко совпало с картой. Ну а что касается производительности, то давайте обратимся к AIDA64. Unihertz GoldenEye базируется у нас на средне-бюджетном чипсете Dimensity 700, который успешно справляется с большинством повседневных задач. Интерфейсы системы работают плавно. Мощности восьмиядерного чипсета хватает для работы любых приложений. А видеоускоритель у нас Mali-G57MC2 позволяет поиграть в современные игры. Дополнительно к этой связке мы получаем 8 гигабайт оперативной памяти и внушительные 256 гигабайт. Быстрые, причем это у нас UFC 2.2 накопитель. Памяти хватит как для набора приложений с играми, так и для какой-то серьезной аудио или видео коллекции. Ну а что у нас касается по тестам, давайте запустим Antutu и посмотрим. Значит, как видим, что смартфончик набирает 338 тысяч баллов. Ну, можем посмотреть по разделам. CPU 93, 1085 тысяч GPU. В новом Geekbench 6, 1991 балл в многоядерном режиме, 704 в одноядерном режиме и 1261 в тесте компьютер с использованием API Vulkan. В графическом тесте WildLife 1178 баллов. Ну и что касается скорости накопителя, то мы здесь, конечно, также все потестили. В зависимости от теста я получил от 160 до 230 мегабайт в секунду на запись и 500-890 мегабайт в секунду на чтение. Скорость копирования оперативной памяти более 4000 мегабайт в секунду. Смартфон образцово показал себя под любыми видами нагрузки. Он абсолютно не греется, он выдает как бы стабильную производительность. Ну, давайте покажу, чтобы не быть голословным. В троттлинг-тесте я, конечно же, нагрузку сразу увеличил. То есть здесь выбрал время полчаса, 100 потоков. И через полчаса получил абсолютно ровный график без каких-то просадок производительности. В процессорном тесте CPU Slowdown, который длится 20 минут, смартфон также показал образцовый результат. Со временем теста просадка производительности не превышала 3%, а температура поднялась всего до 37 градусов. В графическом тесте дела стоят аналогично. За 20 проходов производительность практически не изменилась, устойчивость составила 98,1%. Ну и на позитивных впечатлениях от результатов стресс-тестов я решил проверить смартфончик в играх. Да, я понимаю, что Dimensity 700 это не геймерский чипсет, но и слабым его назвать точно нельзя. Простенькие игры я сразу решил пропустить и перешел к современным 3D играм. Сперва запустил любимую Call of Duty, в которую сам частенько играю. Я загрузил HD текстуры, а в настройках выбрал максимально доступные параметры графики. Качество среднее, частота кадров в секунду высокая. И получил идеальные 40 кадров в секунду на протяжении 100% игрового времени. И это в королевской битве, где требуется больше ресурсов, чем в обычных катках. Весьма неожиданные результаты, так как у меня уже были смартфоны на Dimensity 700 и они не могли обеспечить столь высокий фреймрейт на протяжении длительного времени. То есть охлаждение действительно справляется и можно не переживать, что через какое-то время игра начнет лагать. Ну окей, попробуем что-то посерьезней. Apex Legends с настройками графики Ultra HD, высокой частотой кадров. И здесь также стабильные 40 кадров в секунду на протяжении 100% игрового времени. Ну блин, вот реально смартфон вывозит Apex на ультрах. Причем опять же, это при активной игре на огромной карте с открытым пространством, я приятно удивлен. И вот на этом этапе я уже начал верить, что смартфон вытянет чуть ли не любую игру на высоких. Я установил легендарную Genshin Impact, выставил настройки на высокие и получил слайд-шоу. Тогда я поставил средние настройки, но и с ними смартфон не справился, периодически делая просадки до некомфортных 15 кадров в секунду. Короче, я снизил графику до минимальных и только тогда игра заработала нормально. Чудо не произошло. Но в целом уже хорошо, что такая игра как Genshin Impact может выдавать стабильные 30 кадров в секунду на таком средненьком чипсете. Играть приятно, просадок нет, а немного мыльная картинка, ну как бы к ней быстро привыкаешь. Ну а теперь поговорим о звучании в наушниках. И раз уже как бы мы пошли, да, о развлечениях. Для этого можно воспользоваться либо беспроводными наушниками, да, что современные люди обычно и делают. Ну либо если вы меломан и пользуетесь проводными наушниками, то комплектным переходником. Ну собственно, что я хочу сказать. К звуку я весьма требовательный, привык к хорошему, да. Поэтому Unihertz GoldenEye меня ничем не впечатлил. Даже в проводных наушниках звучание какое-то размытое сливается в кашу. Мне не хватает детализации и это не исправить даже дорогими наушниками. Это явно болячка Dimensity 700, так как другие смартфоны на этом чипсете играли примерно так же. С беспроводным звуком все еще хуже, так как дополнительно мы получаем потери при кодировании и декодировании. И ладно бы, если бы была поддержка IPTX, но здесь только базовый SBC и чуть более продвинутый AAC. В общем, для меломанов смартфон не лучший выбор. Да. Ну а теперь про камеру. И тут как бы без сюрпризов. Ведь в подавляющем большинстве защищенных аппаратов камера весьма номинальная. Она, конечно, может выручить, да, если нужно сделать какой-то снимок для рабочих целей. Но в заграничный отпуск, конечно, лучше купить фотоаппарат. В дневное время при хорошем освещении камера смартфона еще неплохо вытягивает снимки за счет сенсора на 64 Мп. Здесь есть и детализация, здесь есть и резкость по всему поля кадра. Ну а автофокус не мажет и работает быстро. А вот в вечернее время качество заметно падает. Все дело в ПО камере и достаточно слабой постобработке снимков. Яркие объекты часто получаются пересвеченными, в то время как затемненные участки снимка, как бы, ну там детали смазываются. Удивительно, но в приложении камеры абсолютно отсутствует ночной режим съемки. При этом, кстати, примечательно, да, что есть стабилизация, причем даже фото, не только видео. Есть режим Pro, есть возможность съемки в RAW. ДНГ здесь формат. Можно выбрать разрешение до 64 Мп. И есть возможность съемки видео в разрешении до 2К. В принципе, как бы, некоторые моменты неплохие, а вот некоторые, как вы видите, довольно таки странные. Ну и последнее, да, последнее, о чем стоит поговорить, это автономность. Смартфона хватает на 2 дня нормальной работы, что является среднестатистическим результатом для современных аппаратов. Аккумулятор здесь вполне стандартный, за счет чего и удалось добиться относительно небольшого веса и толщины. Заряжается при помощи комплектной зарядочки он, которая, кстати, вот у нас по характеристикам 33 Вт, да, выдает. Ну, на самом деле, 33 Вт я не видел. На начальном этапе мощность заряда достигает 29 Вт. В таком режиме проходит лишь первая треть процесса, после чего напряжение и ток начинают падать. Соответственно, самая высокая скорость зарядки в первые полчаса, когда аккумулятор успевает зарядиться сразу до 40%. Суммарное время заряда от 0 до 100 составляет 1 час 59. Если рассмотреть процесс более детально, то получим такие данные. 10 минут 17%, 20 минут 29, 30 минут 40, 1 час 64, 1 час 83 и 1 час 59 100%. Я провел традиционный тест также при помощи видео из YouTube. Этот тест я провожу всегда полностью, то есть до полной разрядки от 100% до 0, что позволяет получить максимально точные данные. Итак, яркость я выставил на максимум, видео на весь экран, качество Full HD и YouTube проработал 11 часов 25 минут. Если уменьшить яркость до 50%, то время воспроизведения увеличивается до 21 часа 12 минут. Ну что ж, подведем итоги. Унихерс GoldenEye это типичный смартфон с крепким характером. При этом он отличается от большинства защищенных аппаратов некоторыми интересными моментами. Ну, конечно, самая заметная фишка это мощный фонарь, который способен выручить в самых разных ситуациях и обеспечить как освещение дороги при передвижении в темное время суток, так и выступать в роли светильника, чтобы, например, подсветить помещение, палатку, не знаю, там, кемпинг. Второй момент, который я отмечу, это внешний вид. Аппарат не такой толстый, не такой тяжелый, как конкурент, и получил приятный спортивный дизайн. Ну, а если говорить о технических характеристиках, то это типичная рабочая лошадка. Производительности чипсета Dimensity 900 хватает для комфортной работы в приложениях и для развлечений, а аккумулятор обеспечивает нормальную автономность. Здесь приличный объем оперативной памяти, быстрый накопитель на 256 гигабайт, его хватит как бы на абсолютно любые задачи. Смартфон хорошо защищен от пыли, влаги, ударов, может использоваться в сложных условиях. В общем, на мой взгляд, у Unihertz получился хороший аппарат для тех, кто ведет активный образ жизни и ищет крепкий смартфон. Единственное, что мне откровенно не понравилось, это звучание в наушниках. Ну и камера, да, она здесь весьма простенькая. Итак, ссылочку я оставлю под видео. Хочу также обратить ваше внимание, что сейчас на страничке товара есть доступен скидочный купон на 30$, который снизит цену довольно-таки неплохо. На этом все, если видео было вам полезно, смартфон был вам интересен или наоборот вы поняли, что он вам точно не нужен, ставим лайки, подписываемся на мой канал. С вами был Злой, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok